Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телеордиокомпания Щелкова, программа «Диалог». С вами я и ее ведущий Сергей Дадыка. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450, и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации городского округа Щелкова Олег Болотин. Здравствуйте, Олег Иванович. Добрый вечер, Сергей. В начале вот тогда разрешите вас поздравить с новой должностью. Еще утром вы были заместителем главы администрации Щелковского муниципального района, а вот уже после трех часов стали заместителем главы администрации городского округа. У меня вот решение Совета депутатов о том, что переименовать и главу Щелковского муниципального района, и Совет депутатов, и администрацию района, соответственно, в администрацию городского округа. Спасибо. Ну, это, как говорится, такое сиюминутное поздравление. Ну, а второе, наверное, то, что вы уже два с небольшим месяца также занимается новая должность заместителя главы администрации, так скажем, нашего муниципального образования. Так будем говорить. Если в разговоре вдруг у нас будет проскакивать, что вот Щелковский район, я думаю, это не страшно, зрители нас поймут. Тем более, что приступили к работе. Ну, и, собственно, всю работу проводили мы еще в Щелковском районе, так скажем. Помню, что были в этой студии вы ровно год назад, точнее, год и шесть дней назад. Ну, были совсем в другом качестве, в качестве руководителя администрации городского Селега Фрянова. Ну, вот, а теперь новая должность, новая полномочия, новый круг обязанностей. Я вот себе тоже пометил, сколько всего вам предстоит. Сразу зрителям скажу, да, что Олег Иванович отвечает за промышленность, сельскохозяйство, инвестиции в нашем округе. Ну, давайте начнем тогда с промышленности. Как развивается у нас промышленность? Действительно, поле у нас большое, ответственность очень серьезная. Но дело в том, что с некоторой стороны мне легко вступать в дела и должность, потому что очень многие, скажем так, моменты, они известны, понятны. В течение четырех с половиной лет я непосредственно принимал участие в работе администрации. Соответственно, вся тематика инвестиций, развития, предоставления земель, организация нового предприятия, она проходила на моих глазах. Но только с большим, скажем так, уклоном, конкретно по городскому поселению Фрянова. То, что касается городского округа Щелкова, то у нас более 40 крупных и средних промышленных предприятий. В основном это химическое, мебельное производство, фармацептика, биофармацептика. В 2018 году объем отгруженных товаров, собственного производства, выполненных работ, услуг. По всем видам экономической деятельности у нас вырос на 14% и составляет 114 миллиардов рублей. Это по итогам именно декабря прошлого года. За 2018 год среднемесячная зарплата крупных и средних предприятий выросла на 8%. В среднем составляет 57,5 тысяч рублей. Оровень зарегистрированной безработицы по городскому округу Щелково за 2018 год уменьшился до показателя 0,3%. Если, например, в 2017 году было 0,4, то в настоящий момент у нас безработными признано только 600 человек. Это почти на сотню меньше, чем в 2017 году. А заявленная работодателями потребность работников на конец 2017 года составила свыше 700 вакансий. В течение 2018 года у нас открылось около 2000 предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и предприятий. И по итогам уже 2018 года она составила больше 10 тысяч единиц. Создано более 7 тысяч рабочих мест. В основном это предприятия общественного питания, промышленного производства, торговли в сфере услуг. Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса на 10 тысяч населения у нас составило 97%. По сравнению с 2017 году это 67%. Зарпная плата в малом бизнесе в 2018 году увеличилась на 12% и уже составляла к уровню 2017 года 32 900 рублей. В плане инвестиций мы прекрасно отдаем себе отчет, что Щелково, независимо как называется округ или район, но есть у нас основные две проблемы, которые немного убавляют привлекательности в рамках вхождения на нашу территорию инвесторов. Первое, это естественно транспортная логистика. Осложненный проезд Щелковское шоссе, затрудненный проезд через центр города Пролетарский проспект. Это создает неудобства именно для логистики, организации производств. Есть естественно еще один момент, который оказывает свое влияние на интерес к нам. Это централизация, как ни странно, централизация власти и отсутствие у администрации городского округа полномочий по формированию земельных участков, целенаправленному выделению под развитие определенного вида бизнеса. Сейчас это все полномочия Московской области. Но в то же время объем инвестиций, которые были привлечены в основной капитал на промышленных предприятиях Щелковского муниципального района в 2018 году составили более 8 миллиардов рублей. В 2018 году были реализованы три крупнейших инвестиционных проекта. Первое – это построен новый производственный корпус акционерного общества «Валента Фарм», создано 550 рабочих мест. Открылась производство бытовой химии ООО «Сибэкохим», создано 70 рабочих мест. Открылась новая производственная линия по изготовлению заготовок. Это на опытном заводе номер 31, создано 15 рабочих мест. Кроме того, на настоящий момент на территории городского округа реализуются 23 инвестиционных проекта. В городском округе работают 4 индустриальных парка. Богослово, Вивьен, Технопарк, Щелково. На настоящий момент мы прошли уже согласование в Минимуществе, в Министерстве инвестиций и инноваций. Это формирование муниципального технопарка «Синергия». Предполагаемое место расположения – это Огуднево, 145 гектаров. На настоящий момент мы прошли уже согласование с ведомствами, как я уже сказал. Документы направлены на получение разрешения на регистрацию, на постановку на кадастровый учет. Ведется поиск крупных инвесторов. Чем этот технопарк нам интересен? Тем, что в радиусе буквально 50 километров, если взять точку расположения, это близость к скаду, который частично фрагмент, и наш участок от Москвы, долгого него, будет завершен уже в 2019 году. В этом радиусе находится и располагается, проживает 72 тысячи человек работоспособного населения. Основной упор и программа, которую озвучил наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, пятилетка роста, как раз уделяется огромное внимание созданию промышленных предприятий на территориях муниципалитетов для того, чтобы уменьшить количество маятниковой миграции. Это когда люди утром выезжают на работу в Москву, в Лежащую, в Владимирскую область, а потом вечером возвращаются. Основной принцип должен быть один. Где родился, там и пригодился. Ну или не родился, где живешь. Этот проект реально перспективен, интересен, и мы сейчас по нему активно работаем. А если можно чуть более подробно, Олег Ванш, чем эта синергия будет заниматься? Технопарк, ну а что конкретно? Дело в том, что синергия это будет технопарк муниципальный. Это появятся дополнительные рабочие места по созданию инфраструктуры, по обслуживанию территории. На настоящий момент ведутся согласования по техническому подсоединению газа к электричеству. Уже есть у нас предложение от Мининвеста о выделении городскому округу щелку дополнительных субсидий на строительство дороги. Все будет зависеть от того, кто будет заходить. Это может иметь и промышленную направленность, это может быть и складская направленность, и склады ответственного хранения. Вот сейчас предложений много, мы ищем якорь. То есть основное предприятие, которое зайдет на основные площади, на основные мощности. Создание каждой зоны, те зоны, которые у нас работают, они частные. И они наполнялись годами. Мы хотим это все сделать на более высоком динамическом темпе. Исходя из этого, на настоящий момент вы знаете, к радости у жителей Щелковского муниципального района принято решение на самом высоком уровне. Получили подтверждение от президента и от председателя правительства все-таки строительстве дублера Щелковского шоссе. Кроме того, на настоящий момент идет уже строительство моста улица Фабричная. Получили разрешение на подготовку технических условий на следующий этап. Выход этой дороги непосредственно уже в район Фрязино. Исходя из этого, логистика у нас улучшится. Мы думаем, что мы будем гораздо привлекательней и в состоянии будем расширить наши возможности в плане организации дополнительных мест рабочих, предприятий. Все это позволит более полно наполнять наш бюджет отчислениями. Соответственно, все эти деньги нужны для реализации социальных объектов. И на некотором фрагменте этой темы мы еще с вами остановимся. Мост позволит перераспределить автомобильный трафик. Откроет огромное количество новых проектов. На настоящий момент нами рассматривается ряд проектов, которые будут знаковыми именно для Щелкова. Первое – это строительство сборного производства отечественных космических аппаратов для системы связи Ямал. Вы с ними плотно сотрудничаете. Я думаю, что радостно... Если можно чуть более подробно про Газпром-космические системы. Вы недавно там были совсем, я знаю. На настоящий момент им одобрена программа, которая будет реализовываться до 2024 года. Вложения и инвестиции до 2024 года составят 16 миллиардов 744 миллиона рублей. Строительство завода по изготовлению спутников, которые пойдут на обновление нашей космической группировки для улучшения связи и в различных других качествах. Оно создаст приблизительно 350 рабочих мест. В ближайшее время, я думаю, май месяц, мы станем свидетелями уже одного проекта, который ими уже выполнен. Это выполнен заказ, вы знаете, на Ямал-601, спутник, который будет запущен уже в мае месяце. Стоимость очень серьезная. Отчисления в бюджет, они будут значимы для всего нашего района. Модернизация, конструкция акционерного общества ДОК-15. У них больше 200 миллионов планируется и создание 1500 рабочих мест. Плановое окончание строительства запланировано на четвертый квартал 2019 года. Диалторские центры Рено. Новый строительный проект по расширению мясоперерабатывающего производства ООО «Альбаторг». 480 миллионов, 282 рабочих места. Строительство завода по сборке электроники ООО «Вивиен», инвесторами является Вивиен, 600 миллионов. И вот таких проектов у нас больше 14. Это, так скажем, уже те, которые практически с нуля начинаются. А если можно, о тех крупных предприятиях, не градообразующих, естественно, но крупных предприятиях, которые также являются крупнейшими налогоплательщиками в наш бюджет. Это, скажем, и тот же «Щелково-Грахим», про «Валентфарма» сказали, «Щелково-Хлеб». Вот как они собираются развиваться в ближайшее время? Вы знаете, у нас, я коснусь проекта чуть больше, когда перейду на сельское хозяйство, конечно, у нас будет очень хороший проект. Это «Экофарминг», который прозвучал. На настоящий момент русская бокалейная компания у нас выходит с проектом более 500 миллионов. Очень серьезный проект у нас будет реализовываться. Это порядка 1 миллиарда 500 миллионов. Это все новые, да? Это действительно, это все новые производства. Строительство нового производственного комплекса по производству вещпрепаратов. «Каннонфарма Продакшн» – 1 миллиард 500 миллионов. Инвестором является Гирина Наталья Владимировна. Планируемое количество мест – 120 человек. Плановое окончание строительства – 4 квартал 2019 года. То есть уже в этом году? Это те производства, которые будут открываться и в долгосрочной перспективе, и в срочной перспективе на конец этого года. Ну, все равно, вот очень оптимистичные цифры, да? Естественно, Вы назвали и много новых рабочих мест будет в первую очередь, конечно. Но а какие проблемы существуют, вот скажем, при расширении уже существующих производств, ну и, естественно, при создании новых? Ну, дело в том, что те производства, которые у нас уже активно работают, скажем так, уже сопровождение, фактически им не нужно. Дело в том, что, как правило, это уже выделены обширные территории. Повышение качества осуществляется именно за счет модернизации оборудования, что тоже является очень дорогостоящим на настоящий момент. Но я надеюсь на то, что задачи, которые поставлены губернатором, задачи, которые поставлены главой округа Валовым Алексеем Васильевичем, это приблизительно не менее 8 тысяч рабочих мест, и на 2019 год не менее 8 миллиардов инвестиционных средств, эта задача будет выполнена на конец года. Ну, в качестве иллюстрации предлагаю посмотреть короткий видеосюжет, снимали еще в прошлом году. В конце прошлого года об одном из, так скажем, ну не крупных, а среднем, наверное, предприятии, да, известно, в общем-то, наверное, за пределами нашего округа достаточно широко, я имею в виду фабрику «Стильные кухни». Давайте посмотрим, вот какие у них были проблемы, как они решаются. Давайте посмотрим. Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, библиотеки, прихожие, мебельная фабрика «Стильные кухни» занимает прочные позиции в числе динамично развивающихся предприятий нашего района. Все стадии производства кухонных гарнитур сосредоточены на одной производственной площадке, начиная от раскроя деталей, обработкой их и последующей сборкой. Мы можем произвести кухонный гарнитур любой сложности, под любые размеры заказчика используются только экологически чистые материалы. С каждым годом компания наращивает производство и оставаться в нынешних условиях уже тесновато. Расширению предприятия посодействовала районная администрация и уже к концу этого года «Стильные кухни» откроют дополнительные складские помещения на участке в 7 гектаров. Подобный прирост позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет района и обеспечит около 600 новых рабочих мест. Цифра прозвучала такая, что увеличили площадь производства на 7 гектаров. На других предприятиях с этим как обстоят дела? Удается расширяться? Удается расширяться. Удается расширяться. Вы знаете, что существует только два варианта формирования земельных участков в выделениях на расширение производства или создание нового производства, или прохождение через конкурсные процедуры, или же, используя в зависимости от инвестиционных средств не менее 50 миллионов, это по 272-й постановлению правительства Московской области, где создаются условия для значимых предприятий, минуя конкурсные процедуры. Вот приблизительно аналогичным способом у нас зашли на нашу территорию и в этом году начнут уже в апреле месяце обработку. Это экофарминг, компания, которая будет заниматься разведением коз. И более детально я буквально чуть попозже все это расскажу. Ну, давайте пока, прежде чем мы перейдем к сельскому хозяйству, хотелось бы поговорить еще об одном новшестве, которое, ну, понятно, уже не новшество, это реализация этого проекта была в прошлом году. Я имею в виду открытие каворкинг-центров. Первый из них был открыт в феврале. Первый из прошлого года, второй в мае. Вот если можно, чуть более подробно, для чего это нужно и планируется ли открывать еще новые центры? Да, действительно, в 2018 году открыты и уже успешно функционируют два каворкинг-центра. Первый – это старт, здание банка на улице Комсомольской. И среда, поиск создания, находится по адресу бизнес-центра «Славия». Первый советский переулок, 25. Дело в том, что эти каворкинг-центры нужны для того, чтобы позволить начинающим предпринимателям получить офис по доступной ставке аренды и быстро начать свою деятельность. Мы неоднократно встречались с руководством этих каворкинг-центров. Было ожидание о том, что они не востребованы. Они не просто востребованы, даже есть определенная очередность, чуть ли не посменно. Дело в том, что людям представляется не только рабочее место, компьютерное обеспечение, возможность работы в Wi-Fi, в интернете и все прочее. Но им оказывается еще консультация и по составлению бизнес-планов, и по расчету экономической целесообразности данного вида бизнеса. И на данный момент это действительно востребовано. Программа развития каворкинг-центров в Московской области действует при поддержке регионального правительства. Кроме того, одно из нововведений, которое в ближайшее время коснется нас, это в феврале 2019 года была принята новая концепция развития малого и среднего бизнеса в Московской области. И эта программа называется «Мой бизнес». Она подразумевает, вы же знаете, насколько у нас облегчила жизнь создание МФЦ. Нет необходимости постоянных очередей. Я помню миграционную службу, земельное управление и все остальные, когда действительно затруднен или убиваешь огромное количество времени для того, чтобы туда попасть. МФЦ. Созданные программы позволили в кратчайшие сроки, с минимальной потерей по времени, подготовить необходимые комплекты документов и провести любые виды по видам их деятельности. Так вот, на базе нашего МФЦ будет создано два окна, которые будут называться «Мой бизнес», будут иметь точно так же свою раскраску. Под них на настоящий момент уже обкатываются специальные компьютерные программы, которые будут выдавать алгоритмы на регистрацию или на те или иные виды. И эти окна, которые будут созданы, они позволят людям, которые решили стать предпринимателями, открыть свой бизнес, получить гарантированную информацию о возможностях, получить консультации, получить регистрацию. И сейчас на территории Челковского района мы пришли к новой форме взаимодействия власти, коммерческих структур, наших инициативных граждан, которые хотят быть востребованы, которые хотят кормить семью, зарабатывать деньги. И для этого мы упрощаем все процедуры общения. И прежде всего это связано еще с тем, что на новую, скажем так, стадию, высоту выходит наше общение с такими общественными организациями, как Союз промышленников и предпринимателей, который возглавляет Самохвалов Сергей Валентинович. Это и торгово-промышленная палата. И координационный совет при главе Челковского, пока еще муниципального района, который возглавляет Андрей Борисович Романенко. Дело в том, что бывают разные жизненные ситуации. Человек бьется несколько месяцев, не может найти, а ищет он участок земли для того, чтобы построить корпус и заняться металлообработкой. Но дело в том, что обратившись в Союз промышленников и предпринимателей, он выходит на те промзоны, которые у нас уже сформированы и есть. И там есть готовые уже помещения с устраивающей его арендной платой. Ему не надо ничего устроить. Это вопросы внутренней кооперации. Поэтому мы и хотим, чтобы эти общественные структуры, они проводили и оказывали помощь не просто первичной консультации или совете, а чтобы они точно так же помогали в разработке бизнес-планов, оказывали в содействии в реализации их проектов. А администрация, соответственно, наши полномочия непонятны, известны. Мы будем оказывать всестороннюю помощь уже, когда дело будет непосредственно касаться уже финальных выходов регистрации или обращения к губернатору к рассмотрению того или иного проекта. Но они готовы сами этим заниматься, вот эти организации, да, как вы говорите? Помогать начинающим? Дело в том, что те круглые столы, которые были проведены, встречи, которые были организованы со всеми этими структурами, они показывают, что это востребовано и давно. И мы установили такой диалог, который, я надеюсь, поможет в улучшении именно инвестиционного климата, поможет в развитии малого и среднего бизнеса на территории городского округа Щелково. Ну вот, если можно, поговорим с продолжением темы, да. Есть у нас такая форма общения, как инвестчас в администрации. Еще Щелковского муниципального района, так скажем, останется в городском округе. Инвестчасы, они уже давно доказали свою привлекательность. Очень многие, скажем так, структуры, предприятия, они обращались. И инвестчасы у нас проводятся уже в течение четырех лет. Завидным постоянством каждый четверг после оперативного совещания в 10-30 лет рассмотрение предложений на этот инвестчас мы принимаем заявки от любых людей, которые желают расширить ныне существующую территорию, которые хотят начать на нашей территории развитие своего бизнеса. И рассмотрение таких объектов, и последующее наше сопровождение до строительного колышка, до запуска предприятия, оно все показывает, что это действительно востребовано и эффективно. Только за последние два месяца, это время, в котором я работаю на должности заместителя, были рассмотрены такие проекты, проект по расширению производственной мощности «Аквасектор». «Аквасектор» – это старинное предприятие, но не настолько старинное, как «Аграхим». Они занимаются изготовлением бассейнов, оборудованием для строительства бассейнов и так далее. Сейчас речь идет о том, что они пытаются в свое развитие вложить больше 110 миллионов рублей и создать на территории муниципалитета дополнительно еще 90 рабочих мест. Сейчас в цеху на восточной промзоне трудятся 49 жителей города Щелково. Это даст еще новые рабочие места. Соответственно, это позволит... Дело в том, что «Аквасектор» проводит персональные выставки даже за рубежом. Заказы к ним поступают из-за рубежа. Поэтому это расширит их возможности. И это в том числе... Мы выполняем майские указы президента по расширению не только связей внутри округа, не только в Подмосковье, но и выходим уже за рамки, выходим на уровень за границей. Кроме того, крайний вид сейчас показал, что люди поверили в возможности организации бизнеса. И у нас пошли новые социальные проекты. Вот социальные проекты, это возможно то, о чем последние три года речь не велась в принципе и вообще. За исключением благоустройства территории, там вот какие-то другие полномочия именно администрации. Сейчас у нас поступила заявка на строительство многофункционального комплекса Щелковские термы. В нем будет оборудовано несколько видов парных. Русские, финские, гималайские, а также нефритовые, соляные, травяные. Предусмотрено строительство четырех бассейнов. Открытого круглогодичного бассейна площадью 340 квадратных метров. Три закрытых бассейна, в том числе и детские. Современный тренажерный зал. Широкий выбор СПА-процедур. Стоимость проекта будет составлять 210 миллионов рублей, порядка 50 рабочих мест. Но самое главное, и я попрошу, чтобы наши зрители запомнили, заявленная цена за посещение 150-200 рублей в час. Но это что-то такое небывалое. Это не только небывалое, ряд таких проектов уже реализованы на территории России, успешны, успешны как коммерческие проекты. И нам остается только одно, дождаться того момента, когда завершатся все процедуры по формированию земельного участка и начнется строительство. Кстати, планируется строительство объекта на улице Советская. Рядом с налоговой инспекцией. Мы снимали репортаж на эту тему, так что я в курсе. Кроме того, вы прекрасно знаете, что у нас огромная проблема в плане строительства гостиниц. Строительство на Пролетарском проспекте по ряду причин у нас заморожено. У нас огромное количество воинских частей. У нас огромное авиационное соединение, которое находится на Чикаловской. И огромное количество мероприятий, когда к военнослужащим приезжают члены их семьи, родители проведать. Остановиться просто негде. Кроме того, насыщенная программа полетов. На Чикаловском аэродроме садится огромное количество самолетов с других авиабаз. Соответственно, размещение летного состава. И вот мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы дать возможность построить блока услуг гостиницы Чикаловской, которая предполагает создание 40 номеров в гостинице. Строительство данной гостиницы поможет решить как раз вопрос с размещениями родителей, офицерского состава, которые расположены в микрорайоне Чикаловский. Объем инвестиций 25 миллионов рублей. Количество рабочих мест 40. Номера предполагается на 3-4 человека. Это 40 номеров в 160 мест. Это не так много. Не так много, но есть выполненные расчеты людьми, инвесторами, которые хотят реализовать этот проект. Они считают, что это оптимально. Начальный вариант. Для начала. Надо всегда начать с чего-то. Кроме того, Чикаловский это особый климат. Это авиационное гнездо, откуда оперились и вылетело огромное количество именитых летчиков, которых мы называем сталинскими соколами. Огромное количество людей, которые сейчас каждый день выполняют боевые задачи. Серьезные задачи. И люди берут на себя еще социальную ответственность. Они хотят, чтобы все, кто приехал в наш микрорайон Чикаловский, имели представление о истории самого Чикаловска. Поэтому планируют еще и относительно на большой площади музей авиабазы и в самой истории развития летной истории на территории Щелковского района. При гостинице, да, будет? Поэтому проекты интересные, проекты яркие, насыщенные. Честно скажу, на две части самое яркое обсуждение было именно по щелковским термам. Почему? Потому что, как вы сказали, заявлена цена, заявлена начинка и очень хочется увидеть, как это будет все реализовано в жизни. Спасибо, Олег Иванович. О сельском хозяйстве поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня заместитель главы администрации городского округа Щелкова Олег Болотин. Еще раз добрый вечер, Олег Иванович. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Но мы продолжим наш разговор. Олег Иванович, так подробно обсудили в первой части программы развитие промышленности в нашем округе, поддержку предпринимателей, в том числе и малых, и средних. Еще одно направление, серьезное, за которое вы также отвечаете, это развитие сельскохозяйственного производства. Насколько благоприятны условия? Дело в том, что история Челковского района показывает, что у нас были очень успешные сельхозпредприятия. Это касается и совхоза, который располагался на территории поселения Фрианова. Это относится и к Огуднево, фактически молоком, мясом, картошкой. Мы в состоянии были обеспечить не только Щелковский муниципальный район, но и фактически все Подмосковье. В настоящее время агропромышленный комплекс района – это многоотрасливое хозяйство, которое имеет в своем составе сельскохозяйственное производство, предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, в том числе 4 сельскохозяйственных организации, 15 крестьянско-фермерских хозяйств, более 9 тысяч личных подсобных хозяйств, 374 садоводческих объединения и более 20 предприятий переработки. Проблема продовольственной безопасности и импортозамещения сейчас по всей стране у нас задача номер один. Особое значение она имеет и для предприятия именно агропромышленного комплекса. С вводом российских санкций на ввод с ряда продуктов питания наши сельскохозяйственные производители получили отличный стимул для развития своих производств. Основным направлением специализации сельскохозяйственных организаций является производство цельного молока, поголовье дойных коров на 2019 год – это 400 голов, и личные подсобные хозяйства – 175 голов коров, 380 голов коз, растениеводство – это выращивание зерновых, технических культур, картофеля, агроферма «Восток» – выращивание грибов, агротехмаркет, саженцев, плодово-ягодных, декоративных деревьев, кустарников, рассады овощных, цветочных культур, семян – это группа компании «Семена НК», садовый центр «Богородский» и другие. Крестьянско-фермерские хозяйства, ведущие свою деятельность на территории Щенского муниципального района, на данный момент обрабатывают 325 гектаров сельскохозяйственных угодий. Основные виды специализации – это молочное и мясное скотоводство, разведение коз, овец для племной продажи молодняка. Садоводнические, огороднические и дачные объединения размещены на площади 4100 гектаров сельскохозяйственных угодий района. Перерабатывающие предприятия в основном специализируются на производстве мясной гастрономии – 30%, а на втором месте производство рыбной гастрономии – 21%. Говоря о перерабатывающем производстве, особо хочется сказать об одном из самых крупных современных предприятий Московского региона по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий – «ЗАО Щелково Хлеб». Оно является одним из крупнейших предприятий в Щелковском районе с годовым оборотом объема производства – более 1 миллиарда рублей. Эксперты Роскачества проверили за год более 170 образцов из 62 регионов России. 86% исследованных продуктов отвечают необходимым стандартам. Но знак качества смогли получить только 14. И один из 14 – это как раз нарезной батон из города Щелково. Поэтому хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить их. Это действительно марка, которая звучит на территории России. И, я думаю, запланированными модернизациями производства с новым оборудованием, они освоят новые сегменты и позволят этой марке звучать более громко и востребованно во многих уголках нашей страны. Кроме того, в районе реализуется долгосрочная муниципальная программа сельскохозяйства Щелковского муниципального района на 2015-2020 годы, в соответствии с которой осуществляется государственная поддержка сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов. Только за 2018 год сумма государственной поддержки на данный момент была 42 миллиона. 42 миллиона пошло на поддержку наших производителей. Сельскохозяйственных? Сельскохозяйственных производителей. Организации получили поддержку на развитие молочного животноводства, субсидии на 1 литр реализованного товарного молока и гранты на приобретение минеральных удобрений. Все это позволяет возместить затратную часть и приобрести дополнительную новую сельхозтехнику и оборудование. За 2018 год в хозяйствах всех категорий произведено почти 3800 тонн молока. План на 2019 год это почти 4500 молока, 348 тонн мяса, скота, птицы. В 2018 году агрофирма «Восток» собрала 261 тонну картофеля с площади 17 гектаров. Урожайная составила 153 сантиметра с гектара. Производство грибов шампиньона в 2018 году составило 1068 тонн, или 114% к уровню прошлого года. Достижений у нас много. Грант-одержатель 2017 года. Кресятско-фермерское хозяйство «Текстельфарм», специализирующее на разведении племенных овец, породы «Текстель», продолжает развитие своего хозяйства. В 2018 году уже зарегистрировано 151 голова молодняка от собственного приплода. Это на 40 голов больше, чем в 2017 году. За 2018 год фермерскими хозяйствами Щелковского муниципального района было передано в аренду 146 гектаров сельскохозяйственного угодия и земель сельхозназначения, землю Московской области, для развития сельского хозяйства в Щелковском районе Московской области. В 2018 году распоряжением губернатора Московской области о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Экофарминг» в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в собственности Московской области, для реализации масштабного инвестпроекта передано сельхозплощадей общей площадью 1087 гектаров. Предприятие наряду с производством козьего молока для производства сыра планирует заложить многолетние ягодные насаждения на площадь больше 120 гектаров. Работы начнутся уже в мае 2019 года для выращивания малины. Также для развития агротуризма в ближайшее время будет сформирован и передан в управление земельный участок для создания экофермы. Перспективой дальнейшего развития сельского хозяйства на территории Щелковского муниципального района является поддержкой развития малого предпринимательства. Расширение, модернизация уже существующих сельскохозяйственных организаций, молочно-перерабатывающих, мясоперерабатывающих предприятий. Ну и также проекты для создания и развития новых хозяйств. И вы знаете, что огромные меры поддержки запланированы в Московской области. На поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета Московской области на 2019 год запланировано больше полумиллиарда средств. Поэтому у них расширяются возможности на приобретение нового оборудования, новой техники, на закупку новых видов животных, которые наиболее благоприятны будут чувствовать себя в нашем климате. Олег Иванович, вот именно с вашим приходом на эту должность у нас в администрации, в районной, теперь уже окружной, появилась такая новая форма общения с теми, кто занимается сельхозпроизводством под названием «Сельский час». У нас есть инвестиционный час, у нас есть строительный час. Предлагаю посмотреть еще один короткий видеосюжет как раз с первого заседания «Сельского часа». А вы потом уже тогда нам расскажете о том, что это такое, насколько это поможет нашим сельхозпроизводителям. Давайте посмотрим. Навстречу аграриям. Первый сельский час, посвященный развитию аграрного комплекса в городском округе Щелково, поднял насущные проблемы сельхозкооперативов и фермеров. Дефицит, пригодных для выращивания культур площадей, трудности с реализацией продукции – это тема начавшегося диалога между фермерами и властями, итогом которого должны стать конкретные решения в пользу сельхозпроизводителя. В ходе преобразования Щелковского района в городской округ в администрации муниципалитета формируется отдел, который будет курировать промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Одна из его задач – упростить процедуру получения дополнительных земель. При многофункциональном центре госуслуг создается новая платформа «Мой бизнес», с помощью которой инвесторы и руководители предприятия ПК могли бы решать вопросы, начиная от регистрации, заканчивая получением разрешений и грантов на организацию агробизнеса. Участники дискуссии обсудили возможность кооперации в вопросах сбыта продукции, получения дотаций с бюджета на освоение сельхозземель, долгое время находившихся без обработки. Неиспользуемые площади породили вспышку роста борщевика, на борьбу с которым власти региона выделяли средства. В этом году сельхозпроизводители должны побеспокоиться об этом сами. Вот как раз тоже интересная тема. Не первый год, мы, наверное, очень много лет уже об этом говорим. Борьба с борщевиком. Как обстоят дела? Почему у нас какие-то новые правила? Если можно, более подробно. Сергей, с вашего позволения, начну с сельского часа и плавно перейдем к борщевику. Дело в том, что мы очень долго, точнее наоборот, мы недолго искали форму общения. Провели ряд встреч с нашими сельхозпроизводителями, с представителями фермерских хозяйств и пришли к тому, что наиболее удобная форма общения это именно сельский час. Это в формате круглого стола мы поднимаем и обсуждаем вопросы, которые на данный момент волнуют наших сельхозпроизводителей. Повестку разрабатывает и пишет не отдел промощенности и сельского хозяйства администрации. Повестка формируется непосредственно нашими производителями. Они диктуют определенные условия, они формируют нам повестку и к обсуждению его, соответственно, мы привлекаем по необходимости и земельное управление горского круга Щелкова, и наших имущественников. Получаем консультации точно так же, это касается и борщевика, нашего Аграхима. Вот это наше общение, оно позволяет прежде всего усилить внутреннюю кооперацию. Вот именно на этом делает акцент наш руководитель Алексей Васильевич Валов. Именно на этом делает акцент губернатор Московской области. Дело в том, что у нас огромное количество производств и промышленных, и сельскохозяйственных. Но никто не знает, чем занимается сосед слева-справа. Исходя из этого, скажем так, те темы, которые уже отработаны, позволяют уменьшить строительство, причем значительно до 20% новых производственных корпусов, животноводческих ферм. Эта внутренняя кооперация может позволить получать высококлассных специалистов. Об этом мы тоже еще сегодня с вами остановимся. Именно это позволит получить по, скажем так, минимальным ценам ту продукцию, которую выпускает наш агрохим, и она позволяет увеличить 2-3 раза, соответственно, сборы урожая. И это вот настолько заметно, это настолько явно, что вот эта форма, она получила поддержку, и мы и дальше собираемся проводить буквально 22-го числа. У нас состоится очередной сельский час, где будут присутствовать уже представители Министерства сельского хозяйства Московской области, потому что ряд вопросов, которые задаются, они относятся именно уже на уровень их полномочий. Поэтому это та форма, которая будет продолжаться и дальше. Встречи такие будут проходить на регулярной основе. То, что касается Борщевика, то вы знаете, что губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев огромное внимание уделял этой проблеме в связи с тем, что высока степень травматизма, отравления и детей, и животных, людей. И исходя из этого необходимо принимать меры. То, что называется чумой 20-го века, на самом деле эти проблемы должны уже успешно решаться с уровнем развития нашей химической промышленности. Просто нужен план, нужна дорожная карта, нужны плановые меры. Вы знаете, что решением губернатора Московской области огромные субсидии, это больше 70-80%, расходная часть, были проведены работы по всему Подмосковью. Насколько они были успешны, я надеюсь, мы посмотрим это и весной. Скоро сезон уже наступит. Но дело в том, что в прошлом году за счет полученных субсидий мы проводили обработку и полей, независимо от формы собственности. Но в прошлом году также вышло дополнение к закону Московской области о внесении изменений в закон Московской области, о благоустройстве Московской области, закон Московской области, кодекс Московской области, об административных правонарушениях. Почему я озвучиваю именно этот закон Московской области, 191 номер от 2014 года и дополнен он был 25-го, 02-го, 19-го года. Он говорит о том, что каждый собственник несет ответственность за то, что происходит на его участке. На настоящий момент эти работы обязаны проводить не только администрация. Мы обязаны это проводить, но мы обязаны это проводить на землях сельхозназначения, муниципальных, на неразграниченных земельных участках. Люди, которые владеют земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, люди, которые в свое время выкупили, получили поевые земельные участки, они точно так же должны свои участки обрабатывать. И на самом деле, я считаю, что серьезные меры будут приниматься тем, кто эту работу не проводит. Поэтому, то, что касается земель муниципальных этого года, на настоящий момент подготовлены технические задания, включены уже в план графики закупок. Подготовлены все документы и в ближайшее время, а именно 29 марта, уже пройдут первые торги по тем участкам, которые располагаются на территории городских и сельских поселений. То есть теперь территориальных отделов. Но ответственность собственников земель никто не снимал. И юридические лица будут штрафоваться от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Должностные лица от 20 до 50 тысяч рублей, те, кто не принял меры. А физические? Физические лица. Штраф предусмотрен от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Олег Иванович, у нас осталось буквально 3 минуты нашей программы. Вы так интересно рассказываете, но все-таки обещали нам рассказать и по подготовку кадров. Как решается этот вопрос с тем, чтобы молодежь привлекать к работе на наших предприятиях? Вы знаете, мы с вами вот как раз обсуждаем и я хочу показать, что на настоящий момент тот уровень или скажем то, к чему мы пришли, оно имеет форму многогранную. Мы говорим сейчас о увеличении роли и значения Союза промышленников и предпринимателей. Мы говорим о вот этих общественных структурах. Мы говорим о внутренней кооперации. Так вот, наша внутренняя кооперация и в городском округе Щелкове, она подразумевает то, что у нас с вами шикарная база. У нас государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области, Щелковский колледж. Щелковский колледж, он имеет 9 структурных подразделений, производит обучение филиалов, имеет огромный перечень тех специальностей, по которым они готовят. Но дело в том, что впервые на круглых столах был поднят вопрос, что те специалисты, которые выпускаются, они нашим предприятиям может именно по этой специальности и не нужны. И мы получили огромную поддержку из Министерства образования, раз. Во-вторых, руководитель государственного профессионального образовательного учреждения Бабич Флора Владимировна, она, вы знаете, она просто впитала, она это почувствовала. И мы пришли к чему? В протоколе нашего круглого стола было указано. Мы рассматриваем сейчас возможность, во-первых, сбора заявок с наших учреждений, с наших предприятий, которые находятся на нашей территории. И наш колледж способен подготовить специалистов, которые востребованы именно на предприятиях нашего города, нашего округа. И вот считаю, что вот этот момент, он является несколько прорывным. И будем надеяться, что вся последующая наша работа именно сведется к тому, что то, к чему и говорим. Где родился, тому и пригодился. И все во благо нашего городского округа Щелкова. Ну а как вот молодежи узнать, какие востребованы специальности и по каким стоит обучаться? На настоящий момент готовится перечень специальностей, которые необходимы. Скажем так, расширение и строительство завода космической системы требует определенного уровня специалистов. Наш колледж, он обладает преподавательским составом, которые способны подготовить по необходимым требованиям. Поэтому здесь вопрос только времени, согласования. Я думаю, что в ближайшее время мы подготовим ряд публикаций для газеты «Время», где более детально расскажем именно о программе «Мой бизнес». Мы расскажем о, скажем так, те изменениях, которые будут происходить в нашем сообществе на территории округа. Мы более близко познакомим с руководителями Союза промышленников-предпринимателей, торгово-промышленной палаты, чтобы люди знали в лицо, чтобы у них были контактные телефоны, чтобы они знали, к кому обратиться. И все это должно стать доступным. Ну и мы со своей стороны, я думаю, тоже поможем в этом вопросе как средством массовой информации нашего муниципалитета. Большое спасибо, Олег Иванович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Всегда очень приятно находиться у вас в гостях. Спасибо. Напоминаю, что это была программа «Диалог». В гостях сегодня был заместитель главы администрации городского округа Щелкова Олег Болотин. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok